Это программа Израиль за неделю. Каждую субботу я, Евгений Савай, мои коллеги, рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Израильтяне-палестинцы ведут тайные переговоры в Лондоне. С таким сообщением вышла во вторник влиятельная арабская газета «Эль-Халидж». Авторы материала утверждают, что за последние два месяца представители палестинского лидера Махмуда Аббаса и израильского премьера Нитаньягу провели по меньшей мере пять встреч в британской столице. Отмечается, что за основу переговоров обе стороны взяли так называемую французскую инициативу и что главная цель этих встреч – подготовить почву для масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку. В канцелярии израильского премьера это сообщение назвали неверным. Лаконичная формулировка «Иерусалим» оставляет больше вопросов, чем ответов. Не секрет, что ближайший соратник Нитаньягу, адвокат Ицхак Мольха, имя которого упоминает газета, считается мастером закулисных переговоров. Он обладает безмерными полномочиями, подчиняется исключительно Нитаньягу. И чем он занимается на самом деле, не знают даже высокопоставленные министры израильского правительства. Совсем недавно, выступая на заседании комиссии КНЕСЭТа по госконтролю, Бениамин Танягу заявил, что адвокат Мольха выполняет миссии государственного значения, что информация о его успехах может надолго остаться тайной за семью печатями. Можно ли отнести переговоры с палестинцами к вопросу государственного значения? Наверное, да. Но неясным остается другой вопрос. На каком месте в списке приоритетов израильского и палестинского лидеров находится мирный диалог между Иерусалимом и Рамалой? Хотят ли на самом деле оба политика сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий? Наконец, хотят ли они войти в историю в качестве лидеров, которым удалось прекратить столетний кровавый конфликт? Об этой и других темах недели сегодня в нашей программе. Очередной теракт в израильской столице. Каким образом арабскому террористу удалось совершить диверсию? Мы были готовы к попыткам совершить теракт в праздничные дни. О палестинской проблеме, противостоянии США и России в Сирии, а также о политической ситуации в стране. Интервью с министром обороны Израиля Виктором Либерманом. Израиль по всем параметрам является самым спокойным, самым стабильным, самым безопасным местом. Нестабильность в Иерусалиме не помеха для радости. Как израильтяне готовятся встретить Суккот, праздник шалашей? Мы, иерусалимцы, люди из особого материала, очень крепкого. Нас уже нельзя ничем напугать. Пока политики думают и решают, кто первым должен сесть за стол переговоров, в Израиле погибают обычные люди. Люди далекие от политики. Люди, которые просто хотели жить, уйти утром на работу и вечером целыми и невредимыми вернуться домой. В воскресенье двое израильтян стали жертвами очередного теракта в столице. О том, как это было в нашем видеоматериале. В воскресенье, 10 утра, начало рабочего дня, новая неделя после праздников. В 300 метрах от центрального штаба полиции в Иерусалиме израильский араб, не выходя из своего автомобиля, открывает беспорядочную стрельбу по находящимся рядом прохожим. Как потом покажет следствие, для нападения террорист использовал автоматическую винтовку М-16. Разрядив полный магазин и смертельно ранив жительницу Иерусалима Ливану Малихе 60 лет, он продолжил движение в сторону арабского квартала Шейх-Джарах. Реакция сотрудников полиции была мгновенной. Оказавшиеся на месте бойцы спецподразделения полиции Ясам на мотоцикле начали преследовать террориста. Завязавшиеся перестрелки он был ликвидирован. Однако до этого момента ему удалось тяжело ранить двух полицейских. Один из них, 29-летний старший сержант полиции Йосеф Кирма, позже скончался в больнице. Это тяжелый теракт. Речь идет о нападении с применением огнестрельного оружия. В таких случаях всегда больше раненых. И, к сожалению, с нашей стороны есть убитые. Хочу особо подчеркнуть, что мы усилили меры безопасности, особенно сейчас, в праздничные дни. Сразу после нападения в Иерусалиме израильские СМИ подробно рассказали о двух погибших в теракте. Ливана Малихе более 30 лет была работником Кнессета, а Йосеф Кирма призвался в ряды израильской полиции всего 4 года назад. В понедельник напарника погибшего навестил в больнице премьер-министр Бенямини Таньягу. По соображениям цензуры, имя террориста несколько дней не называлось. Лишь в четверг, спустя 4 дня после теракта, оно было разрешено к публикации, нападавшим оказался Мизбах Абусабих, 39-летний израильский гражданин арабского происхождения. Ранее он был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения по статье «Нападение на полицейского». Известно, что еще в мае ему был вынесен приговор. Однако затем суд вынес постановление об отстрочке исполнения наказания до 9 октября. В тюремную камеру он так и не попал. Действия русалимского террориста приветствовали в секторе Газа. Руководство группировки «Хамас», активистом которой был Абусабих, заявило, что теракт стал ответом на оккупационную политику Израиля в отношении палестинцев и мечети Алякса. При этом, каким образом израильский суд позволил террористу фактически оставаться на свободе, еще предстоит выяснить. Еще об одной теме, которая косвенно имеет отношение к палестино-израильскому конфликту. В четверг, 13 октября, исполком комиссии ООН по образованию, науке и культуре, известный под аббревиатурой ЮНЕСКО, проголосовал за документ, фактически отрицающий связь еврейского народа с Храмовой горой. В резолюции, которая была внесена представителями палестинской автономии Египта, содержится резкое осуждение Израиля за нарушение прав мусульман в Иерусалиме. И это при том, что сегодня израильские власти позволяют абсолютно открытый доступ к святым местам в Старом Городе. В проекте документа говорится об особой связи ислама с Храмовой горой, по Иерусалимам, не упоминая при этом о правах евреев на эти святыни. Отмечу, что эта новость не стала сюрпризом для израильской дипломатии. Подготовки к резолюции ЮНЕСКО в Иерусалиме знали, но ничего поделать не могли. Отношения между руководством еврейского государства и этой организации уже давно вышли за рамки приличия. Результат голосования тоже никого не удивил. Всего шесть делегаций из 58 стран, входящих в ЮНЕСКО, проголосовали против палестинской резолюции. 24 делегации ее поддержали, а 28 предпочли воздержаться или вообще самоустраниться из зала заседаний. Среди шести стран, голосовавших в поддержку Израиля, оказались США, Великобритания, Литва, Нидерланды, Эстония и Германия. Антиизраильскую резолюцию поддержали делегации Алжира, Марокко, Омана, Ливана, Катара, России и других стран. Израильский лидер, комментируя решение ЮНЕСКО, назвал это театром абсурда. Организация ЮНЕСКО приняла еще одно странное решение. Видимо, там не читали Библию. Зато я предлагаю членам ЮНЕСКО посетить Аркутита в Риме, где видно, что именно римляне вывезли после того, как уничтожили и разграбили храм, стоявший на храмовой горе 2000 лет назад. На Аркутита есть барельеф семисвечника, а это наиболее узнаваемый символ еврейского народа, являющийся сегодня также символом еврейского государства. Неужели в ЮНЕСКО скажут, что император Тит тоже занимался сионистской пропагандой? Сказать, что Израиль не имеет никакого отношения к храмовой горе и к стене плача, все равно, что сказать, что Китай не имеет отношения к Великой Китайской стене или что Египет не имеет отношения к пирамидам. Приняв это абсурдное решение, ЮНЕСКО утратило последнюю каплю своей легитимности. Но я верю, что историческая правда сильнее, и она восторжествует. Смотрите далее в нашей программе. О палестинской проблеме, противостоянии США и России в Сирии, а также о политической ситуации в стране. Интервью с министром обороны Израиля Виктором Либерманом. Израиль по всем параметрам является самым спокойным, самым стабильным, самым безопасным местом. Нестабильность в Иерусалиме не помеха для радости. Как израильтяне готовятся встретить Суккот, праздник шалашей. Мы, иерусалимцы, люди из особого материала, очень крепкого. Нас уже нельзя ничем напугать. В начале мая партия «Наш дом Израиль» во главе с Эвиктором Либерманом вошла в правящую коалицию Бениамина Нетаньягу. Либерман получил пост министра обороны, что вызвало немало критики со стороны политических противников премьера. Сменить бывшего начальника генштаба Мушебу Геалона на старшего сержанта запаса Либермана. И главное, ради чего? Ради пяти дополнительных мандатов? Сам Либерман, едва вступив в должность, дал нашей программе короткое интервью, в котором отказался комментировать свои действия на посту главы оборонного ведомства. Зато пообещал пообщаться с нами сразу, как только представится такая возможность. Спустя четыре месяца наша съемочная группа отправилась в Министерство обороны в Тель-Авиве на встречу с Эвиктором Либерманом. Добрый вечер, министр обороны Государства Израиля Эвиктор Либерман. Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо за возможность взять у вас интервью. Наверное, я начну с главного актуального комментария. В воскресенье был совершен теракт в Иерусалиме. У нас есть жертвы с нашей стороны. И общество ждет вашей реакции. Простой вопрос, когда это закончится? Ну, давайте посмотрим на карту Ближнего Востока. В Сирии уже более полумиллиона убитых, семь-восемь миллионов беженцев. Все, что происходит в Ираке, все, что происходит в Йемене, все, что происходит в Синае, в Ливии. Мы живем в очень сейсмически опасной зоне. Она сейсмическая, прежде всего, с точки зрения террора, политической стабильности. И мы не можем как бы сами себя изолировать от всего этого региона. И поэтому, безусловно, мы чувствуем какие-то такие эффекты отрицательные и у себя тоже. Но вместе с тем, когда я сравниваю Израиль со всем, что происходит в Орландо, и во Франции, и в Париже, и на променаде в Ницце, Израиль является сегодня самым безопасным, наверное, местом на всей планете. И с точки зрения террора, и с точки зрения чисто такой уголовщины даже. Израиль по всем параметрам является самым спокойным, самым стабильным, самым безопасным местом. Я знаю, что после теракта был создан узкий кабинет по вопросам безопасности, военно-политический кабинет. Вы обычно не говорите, что там происходит, но, может быть, это тот случай, когда нужно сказать, какие меры вы вырабатываете? Смотрите, прежде всего, давай возьмем последний случай. Силы безопасности арестовали этого террориста 3 октября, последний раз. Он был в наших руках. К сожалению, 5 октября он уже был на свободе. То есть суд его освободил. 8 октября произошел этот самый теракт. Я думаю, это вопрос не только наших сил безопасности, но и нашей очень либеральной юридической системы. Причем до этого он уже арестовывался трижды. Безусловно, это не снимает ответственности и сил безопасности. Но вместе с тем, к сожалению, Израиль продолжает оставаться, наверное, очень и очень либеральным государством, даже в сравнении с Ападной Европой. Я уже не говорю про США. Мы находимся с вами сейчас в вашем кабинете. Это Министерство обороны. Отсюда виден весь Тель-Авив. Я в свое время помню, как Ариэль Шарон сказал, что то, что видно отсюда, не видно оттуда. Вот вы уже 4 месяца министра обороны. Вы не давали интервью 4 месяца. Вы что-то видите отсюда, что не видно оттуда? Наоборот. С точностью до наоборот. То есть все, что я видел оттуда, отсюда я вижу намного лучше и намного более четко. Но это все то же самое. То есть я хочу, наверное, подчеркнуть, что в отличие от большинства своих коллег, у меня абсолютно не изменилось ни мировоззрение, ни подходы, ни мои выводы. За эти 4 месяца, что я нахожусь в Минобороне. Но вы что-то изменили в Министерстве обороны? Ваша первая подпись под каким решением была? 4 месяца назад. Я думаю, что изменилось очень много. И все мы, наверное, это тоже хорошо почувствовали. И по реакции на любые провокации сектора газа. И по мобилизации, и тем тренировкам, которые проходят и наши резервисты, и солдаты на действительной военной службе. Я думаю, даже в таких мелочах, как даже, скажем, процесс ГИЮРа для тех 5000 новобранцев, которые призываются каждый год. То есть мы изменили и сам подход к тому, в чем заключается основная роль армии в нашем обществе, в отличие от любого другого государства. У нас как бы с первого дня у армии было два основных, как бы две основные функции. Первая защита государства, Израиль, граждан Израиля. А второе служить плавильным котлом. Именно этот плавильный котел, в котором создавалось наше общество. Во многом вторая функция была упущена за последние годы, или как бы она ушла на третий степенный план. И я это все вернул на круги своя. Вы знаете, вы сказали, придя в кресло министра обороны, вы сказали, что вам нужно время, чтобы изучить обстановку, познакомиться непосредственно со структурами Министерства обороны. И получается, всего четыре месяца прошло, и вы уже как бы даете интервью, что, конечно, нам приятно, но получается, что израильскую систему безопасности можно так выучить за четыре месяца? Нет, вы знаете, я был многие годы членом кабинета, узкого кабинета. Я многие годы был министром иностранных дел. Я возглавлял комиссию по иностранным делам и безопасности. Много лет сидел в комиссии по иностранным делам и безопасности. Я был гендиректором канцелярии, премьер-министр. То есть не с нуля, вы хотите сказать? Я думаю, пришел с очень и очень большой базой. Был министр стратегии, так что какие-то вещи, наверное, просто резолюция намного более высокая. Но, в общем-то, я достаточно хорошо был знаком и как председатель специальной комиссии КНЕСТа, которая утверждает бюджет армии. Поэтому я пришел достаточно с большим багажом. А как все разговоры, что как сержант Риберман, который имеет за своими плечами несколько лет резервистских сборов, как он сейчас будет командовать генералами? Вот ваша первая встреча с генералами, как она прошла? Вы знаете, я думаю, что если мы обратимся к истории государства Израиля с самыми удачными министрами обороны, как раз были гражданские лица. Начнем с первого министра обороны, основателя нашей армии, Бен-Гурион. Мы можем вспомнить Моша Аренса, Минаха Мабегина, Амира Переса. Шимона Переса, в конце концов. Шимона Переса и так далее. Так что мы как бы всегда живем в плену каких-то таких предвзятых подходов. Но, в принципе, если я возьму историю нашей армии, я думаю, наиболее удачные министры обороны, они как раз были гражданскими. Вы помните, в свое время ваш предшественник в кресле министра обороны сказал, что здесь, на территории базы Кирея, нужно ходить в высоких сапогах, слишком много змей. Он имел в виду как раз чиновников Минобороны. Вам, я надеюсь, не приходится ходить в высоких сапогах? Знаете, я вхожу в тех же самых туфлях, в которых я ходил и в оппозиции. И чувствую себя прекрасно. Господин Либерман, давайте, с вашего позволения, затронем ключевые темы. И, наверное, эти темы, безусловно, являются приоритетными, в том числе и в вашей деятельности в качестве министра. Я хотел бы начать с сирийской темы. Это тема, которая, безусловно, на слуху у всего мира. Прошел год с начала российской военной операции в Сирии. Как бы вы прокомментировали сегодняшние действия в Сирии и, в том числе, роль России на территории Сирии? Вы знаете, наша стратегия с первого дня возникновения этого конфликта в Сирии, она не изменилась. Мы не вмешиваемся в внутренние дела другого государства. Нас это не интересует, пока это не затрагивает наших интересов, безопасности наших граждан. Все остальное пускай решают сами. Проблема Сирии, что там присутствуют все мировые державы, региональные державы. То есть и Россия, и США, и Турция, и Иран, и Саудовская Аравия, и целый ряд различных организаций прорежимных, антирежимных, исламистские, чисто такие, я бы сказал, секторальные, курды, которые организовывают свои милиции, другие организовывают свои милиции. Ну и Израиль, безусловно, только отстаивает свои интересы. Мы не принимаем никакого участия во внутренних разборках внутри Сирии. Но мы ни в коем случае не готовы, чтобы была затронута наша неприкосновенность, наш суверенитет или безопасность наших граждан. Год назад премьер-министр Нитанягу во время визита в Россию договорился о создании координационного центра между российской армией и израильской армией, как раз в небе над Сирией. Сегодня это ваша ответственность, как министр обороны, этот центр? Безусловно, и он продолжает достаточно удачно функционировать, доказал себя. Мы пытаемся избежать любых трений и с Россией, и с США, и со всеми другими. Мы координируем свою деятельность со всеми игроками на этой арене, но мы стараемся держаться в стороне. Но пока встречи с российским министром бароном у вас не было? Пока не было. Почему? Ну, наверное, за 4 месяца невозможно успеть все. Для нас было основное, для меня и на первой же неделе я улетел в Вашингтон, и в Техас закрыть большую сделку по поставке новейших самолетов F-35. Удачно ее завершили. И я думаю, что за 4 месяца опять-таки подписание соглашений на 10 лет американской военной помощи тоже было очень непростным мероприятием. И, в общем-то, все это закрыто. Мы еще коснемся сейчас темы помощи. Я хочу процитировать вам опрос, который наш канал проводил на прошлой неделе, причем по всему миру. Был задан вопрос такой. Считаете ли вы, что возможен военный конфликт между Соединенными Штатами и Россией? Как бы на этот вопрос ответил гражданин А.Л. Либерман? Я думаю, что такого конфликта не будет. Это две державы, которые имеют очень большой опыт. И политически, и, главное, тактически четко знают, как между собой в конце концов утрясти любые проблемы. То есть это уже не первая шероховатость или напряжение в двухсторонних российско-американских отношениях. Мы можем начать с Кубинского кризиса, Берлина и так далее на протяжении многих лет. Всегда находилась в конце концов формулировка, которая как бы позволяла выйти с честью двум государствам. То есть все понимают, что конфликт, прямой конфликт между Россией и США, это, ну, такой, скажем, апокалипсис нау. Это тот самый сценарий, который никто не хочет видеть. Но возврат к холодной войне возможен сегодня? И прежде всего нужно понять, что и в Кремле, и в Белом доме сидят люди с рациональным мышлением. Понимаете, в чем основная проблема современного мира или в особенности Ближнего Востока? Что многие игроки не являются нерациональными. Понимаете, там Бен Ладену или исламскому государству им нечего предложить взамен. Им не нужны соглашения международные, деньги или территория. То есть они просто фанатики, которые верят в какую-то совершенно изуверскую идею. И они будут ее продвигать, и с ними невозможно договариваться ни о чем. Бен Ладену, у него было все, что ему можно было предложить. Ничего. То есть ни территории, ни соглашения, ни денег. Он сам из богатой королевской семьи. И поэтому нужно понять, что проблема Ближнего Востока – это нерациональные игроки. А когда есть два рациональных государства с историей, культурой, с багажом, с опытом военным, политическим, то я думаю, что в конце концов они найдут вариант разрешения этого спора. Я помню, еще несколько лет назад многие здесь, в том числе в Израиле, говорили, что такое исламское государство. Это группа отморозков, которые на джипах Тойота пытаются терроризировать Ближний Восток. А сегодня это государство, которое контролирует территорию в 300 тысяч квадратных километров, угрожает всем странам вокруг. И такие страны, как Россия, США и, возможно, Израиль, они что, не могут объединиться, чтобы уничтожить исламское государство? Я думаю, что это слабость международного сообщества. Действительно, если вы очень правильно описали исламское государство, такой вариант Батьки Махнов в современном варианте, только вместо тачанок эти джипы с какими-то там пулеметами или с какими-то там орудиями, установками. И много нефти, миллион долларов каждый день прибыли. Во всяком случае, сегодня, я думаю, все понимают, что это опасность для всех. Если есть немного тем, по которым есть абсолютное согласие, абсолютный консенсус, включая Россию и США, это исламское государство. Оно является запрещенным и в США, и в России, и в Европе. То есть ни у кого тут никаких иллюзий нет. Я как раз думаю, что все это намного глубже. Это не исламское государство, это проявление, прежде всего, слабости международного сообщества. Другой вариант, это, конечно же, вот именно вся структура государств арабских, она во многом сегодня находится как бы в таком полуразвалившемся состоянии. То есть до исламского государства началась арабская весна. И арабская весна, она прежде всего социальное явление, которое развалило вот такой патриархальный уклад, традиционный уклад арабского общества внутри существующих государств. То есть демократия для арабов не подходит, вы хотите сказать? Я даже не демократия. Я думаю, что основная проблема, нужно понять, что залогом любой здравой, миролюбивой политики, рационального подхода, это наличие мощного среднего класса. Давайте посмотрим на самое преуспевающее государство мира. Ну, возьмем там Швейцарию, Норвегию. Там прежде всего 90% населения – это мощный преуспевающий средний класс. Нету богачей, там сверхбогачей, и абсолютно нет этой бедноты, нищеты и отсутствия надежды и перспектив. Во многом демография арабских государств, она противоположна Европе. То есть 70% населения – это молодые люди, 35 лет и моложе. 50% безработицы. То есть нет перспективы, вы хотите сказать? Да, 50% безработицы. Наверху есть там кучка очень-очень богатых людей, но основная масса просто нищета и беспросветное будущее. Как вы считаете, Израилю придется в будущем решать проблему исламского государства, и, возможно, израильские самолеты будут бомбить позиции ИГИЛ? Это не основная наша проблема. Нужно понять, что вообще на наших границах сидят на юге сектор Газа, Хамас и исламский джиад. Исламское государство в Синае. Хизбалла в Ливане и Эль-Каида на границе Сирии. То есть у нас есть весь букет. И я уже не говорю о Биране. И поэтому нам нужно очень правильно тут рассчитать свои силы. Одновременно, как тот жонглер, который подкидывает сразу 5-6 шариков, все время ловить правильный момент и правильно отражать угрозы, направленные против нашего государства. Но вы сказали, что главная угроза – это Иран. Иран, несмотря на то, что было подписано соглашение с Западом, и почти год Иран, согласно МАГАТЭ, согласно Белому дому, Иран отказался от производства ядерного оружия. Или это не так? Давайте возьмем факты. За последний год не будем идти далеко. В Иране прошел военный парад, где были представлены баллистические ракеты с надписью на иврите «Стереть Израиль с лица земли». Прошел конкурс на лучшую карикатуру, отрицающую факт Холокоста с первой премией 50 тысяч долларов. Возьмем отчет американского госдепа, не израильского МИДа. Они издают ежегодный отчет о состоянии террора в мире. И главным спонсором мирового террора был назван Иран. И поэтому, я думаю, картина достаточно ясная. Опять-таки, нет ни одной недели, чтобы из Ирана не издавались громкие вопли, лозунги «Уничтожимся», «Низкое образование» и так далее. Опять-таки, существование Хамаса, исламского джигада, Хизбала без финансовой поддержки Ирана невозможно. Но одно дело вопли, другое дело действия. Вы же понимаете? Я говорю, это значит вопли. А кроме того, я говорю, Хизбала, Хамас, Джиад, они получают где-то в год 800 миллионов долларов из бюджета Ирана. Кроме того, Иран стоит за всеми терактами против Израиля. И на наших границах, и против еврейских и израильских объектов по всему миру. То есть, получается, эту позицию вам и премьер-министру Танягу не удалось донести до Белого дома, до президента Обамы, когда заключалось соглашение с Ираном? Мы не сумели убедить, к сожалению, ни США, ни Россию, ни Китай, ни Германию, ни Францию, ни Англию. И, опять-таки, мировые державы пошли на это соглашение. Я думаю, что, опять-таки, учитывая опыт прошлого, недалекого прошлого, подобная сделка с Северной Кореей, мы знаем, чем она закончилась. Я могу напомнить все этапы подписания соглашения примерно в том же составе между мировыми державами и Северной Кореей. Мы видим, во что это вылилось. На прошлой неделе Цепелевни заявила, что сейчас есть шанс добиться союза с умеренными арабскими странами как раз против Ирана. То есть, получается, по крайней мере, в этом вопросе ваш взгляд и взгляд израильской оппозиции совпадает? Ну, вы знаете, я вот встречался недавно с высокопоставленной американской делегацией, которая объезжала Ближний Восток и готовит какие-то документы для будущего президента США. И они проехались по всему Ближнему Востоку. Последняя остановка была Израиль. Но они им обменивались впечатлениями. Говорю, вот когда вы там были, неважно где, в Заливе, в Саудовской Аравии, что вы слышали? Они говорят, безусловно, для них главная угроза, с их точки зрения, это Иран. Сегодня, когда Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая ведет отчаянную борьбу в Йемене, они прежде всего обвиняют кого? Не сианизм, не Израиль, не евреев, а Иран. Они не скрывают, что главной проблемой тем, кто стоит за этими племенами, этих хутов, это Иран. Я хочу еще одну тему затронуть, которая также имеет непосредственное отношение к вашей должности. Это, конечно, отношение с палестинцами. Совсем недавно вы в Министерстве обороны опубликовали план, который ваша пресс-служба назвала план «Кнутая пряника». Такая тепловая карта, да? То есть, где палестинские деревни будут делиться на те деревни, из которых... Не делятся, мы берем статистику. Вот есть целый ряд деревень, городков, откуда не вышло ни одного террориста, ни одного теракта. И, наоборот, очень спокойное как бы сосуществование с еврейскими поселениями. Они какого цвета будут? Прежде всего, нужно понять, что нам это наш интерес, стабильность, экономическая стабильность в Иудее и Самарее. Это наш приоритет с точки зрения нашей безопасности. И поэтому те, кто готовы рационально мыслить и жить с нами рядом, мы должны им помогать. Нам нет никакого смысла их наказывать. То есть, вы фактически вмешиваетесь в их управление? Нет. Потому что есть администрация, палестинская администрация, которая должна контролировать ситуацию там? Мы не вмешиваемся. Но если мы выдаем разрешение на работу в Израиле, их выдает израильское правительство, не палестинская администрация. То же самое те деревни, из которых раз за разом выходят новые и новые террористы, нет никакой причины давать им какие-то привилегии или поблажки. Нам удалось практически изолировать большую часть Иудеи и Самарии. И там нормальное сосуществование. Кроме одного региона, одной области, это Хеврон. Хеврон и его окрестности являются главной проблемой и Восточный Иерусалим. Или деревни вокруг Восточного Иерусалима. Но во всяком случае, это те два региона, где сегодня чувствуется очень сильное влияние Хамаса. Традиционное. И там у нас до сих пор какие-то проблемы. Противники этой идеи говорят, что это коллективное наказание. Как вы можете изолировать такой крупный город, как Хеврон или, например, тот же Восточный Иерусалим? Кто-то вообще скажет, что это раздел Иерусалима, столица Израиля? Нет, мы не изолировали ни Хеврон, ни Иерусалим. Но мы, все, что касается наших инвестиций, разрешений на работу, различных поблажек. Например, мы утвердили целый ряд таких экономических, индустриальных зон, больниц. Включая даже футбольные поля и целый ряд строительства. Именно в тех регионах, которые являются спокойными. Нет никакой причины финансировать тех, кто в открытую призывает тебя убивать или уничтожить. Вопрос, как до жителей Хеврона доходит эта информация, что вы разрешаете, например, скажем, где-нибудь в Туркарами или в других городах строить футбольное поле? Как они получают эту информацию? Сегодня все проходит через интернет-пространство. Все сегодня живут в реальном времени. Скрыть что-то невозможно. Но даже если беру статистику всего, что произошло за последние 4 месяца в Иудее и Самарии, я думаю, что ситуация не только под контролем, она достаточно спокойная. Мы очень жестко боремся с теми проявлениями террора, с которыми сталкиваемся. Это и аресты, и разрушения домов террористов, и постоянные рейды, различные мастерские, где производится оружие. И наша даже координация с палестинскими силами безопасности, она достаточно эффективная. Они понимают, как и все остальные, что вот этот террор, который в Иудее и Самарии, он прежде всего направлен на умеренные арабские элементы или палестинские элементы внутри палестинской автономии. Но проблему с Хамасом вы не решите, пока не решится проблема газа. Я в этой связи хочу процитировать министра просвещения, который в интервью в нашей программе сказал, я процитирую, речь шла о скандале вокруг каталейской школы Муфета. Он сказал, что я хочу порекомендовать министру обороны Либерману, пусть сначала он свалит режим Хамаса в газе, как обещал, а потом предъявляет мне претензии. Есть пути, по которым решаются подобные проблемы и так далее. Многие от вас ждали, что как раз на ракету, которая будет выпущена из газа, вы ответите жестко, и я думаю, что они должны искать бомбоубежище. Они сейчас находятся не в газе, а в Катаре. Во-вторых, я думаю, что та реакция, которую мы видели в нашей армии на последние две ракеты сектора газа, она в корне отличалась от всех предыдущих реакций. И я не предлагаю смешивать Божий дар с яичницей. Я не вижу никакой связи с закрытием школы Муфета, одной из самых лучших, самых успешных школ в Израиле, с самыми высокими оценками в точных науках, физика, математика. И передача этой школы детям нелегалов, которые сюда попадают, это абсолютно незаконно. Я не вижу никакой связи. Это было что-то личное между вами и Беннетом? Нет, ничего личного. Вы знаете, у меня нет никаких личных проблем ни с Беннетом, ни с кем остальными. Но я считаю, это была абсолютно безумная затея взять школу, основанную лучшими учителями, которые приехали из Советского Союза, доказали свою эффективность тут. Таких результатов, как в школе Муфет, больше нет ни в одной другой школе по всему Израилу. Закрыт, перевезти куда-то ее, черт знает куда, в Северный Тель-Авив, кто туда не приедут никакие другие дети репатриарных. Решилось. Главное, что проблема эта решилась. Я надеюсь, она решилась. В том числе с вашей помощью, поэтому в этом плане мы... Поэтому я думаю, что мы добились и тут результата. Я хочу вернуться к теме газы. Последние обстрелы заставили некоторых военных журналистов говорить о новом оружии, которое есть в распоряжении Хамаса. Говорят даже, что есть ракеты, которые меняют свою траекторию. Что вы можете сказать на этот счет? У них ракеты были все предыдущие годы. Мы помним операцию «Несокрышимая скала». Те ракеты, которые, к сожалению, долетали до Тель-Авива и до Ришина. И ничего нового в этом нет. То есть, которая не может сбивать система железных куполов? Вы знаете эту проблему? Может. Железный купол может сбивать все эти ракеты. Проблема есть с минометными обстрелами, поскольку это как бы на дистанцию 4-5 километров. Просто у железного купола нет этого разгона, нет этой траектории. Но мы, во всяком случае, хорошо знакомы. И то, что я могу сказать, то, что мы видим в поведении Хамаса, что они очень и очень боятся и не хотят никакого столкновения. Все обстрелы, которые были по территории Израиля, это вел не Хамас, а наоборот, противоборствующие Хамасу какие-то элементы салафистов или больше, которые склоняются в сторону исламского государства. Хамас в этом плане ведет себя более чем осторожно. То есть это было как бы не в угоду Хамасу, а в противовес Хамасу. Но ответ Израиля был как раз по Хамасу. Поскольку Хамас говорит, что он является суверенным и он контролирует всю ситуацию в секторе газа, мы не будем бегать за каждой отдельной мелкой группировкой. Мы говорим, это ваша ответственность. Вы так все время выступаете. Так что, пожалуйста, прилагайте больше усилий. Тема солдата Эльора Азари. Вы также не меняете свою позицию. Вы сказали буквально недавно в Ариэле, что поддержите солдата, какое бы решение не вынесла юридическая система. Но, наверное, в этом вопросе, опять же, вы согласитесь с Беннетом, который призвал помиловать солдата? Это правильный шаг, на мой взгляд? Я думаю, что это абсолютно лишнее сегодня говорить о помиловании. Его еще никто не осуждал. Но сам факт, что мы уже исходим из того, что заранее, что его осудят, это презумпция невиновности уже давно, наверное, в Израиле не существует. Но не нужно переводить... Кому бы никак не вам это знать. Да, но не нужно это переводить из области де-факто в де-юре. То есть я исхожу из того, что давайте дадим спокойно суду разобраться и вынести свой вердикт. А после этого уже будем решать, что с этим делать. Поэтому заранее говорить о том, что мы помилуем солдат, это абсолютно ошибочный подход. Не могу не коснуться политической темы. Последние дни, последние недели ведутся активные разговоры о расширении правительства, о расширении коалиции. Вы не боитесь, что в таком случае вас попросят занять другой пост? Я думаю, что это безработные журналисты, у которых не хватает никаких сенсаций и материалов, то они реальных шансов я на это не вижу. То есть выборы не на кону? Я думаю, что это очень-очень стабильная коалиция сегодня. С нашим приходом нам удалось стабилизировать израильскую политическую систему, коалицию. Сегодня она более стабильна, чем когда-либо ранее. Я почему задаю этот вопрос? Потому что я возвращаюсь к вашему тезису, о котором вы говорили сразу после выборов. И я конкретно говорю про дело 242. Это дело, по которому будут уже скоро предъявлены обвинения, причем бывшим ключевым фигурам вашей партии. Ваш комментарий по этому поводу. Опять-таки я скажу, что презумпция невиновности для меня существует. Давайте дождемся подачи обвинительных заключений. Давайте дождемся суда, а потом будем обсуждать. Вопрос. Вы верите в невиновность людей, которых обвиняют? Вы знаете, я знаком хорошо с каждым из них. Я помню, что я прошел, я проходил это всего лишь 17 лет. И, как вы помните, мое дело заканчивалось полным оправданием, специальным составом суда из трех судей единогласных. Так что я предпочитаю оставаться оптимистом. Пока вы были в оппозиции, вы говорили, что как раз эта тема раскручивается именно, чтобы нанести вам вред. А сейчас опять эту тему раскручивают. Вы знаете, тема, она достаточно искусственная. И я думаю, что есть, нет. Все это нужно сначала довести до конца, а потом создавать заголовки. Когда все это каждый день на уровне утечки информации у определенных журналистов, в определенных средствах массовой информации все время. Те же все фигуранты, то ощущение, оно не самое приятное, я бы сказал. У кого попросите прощения в судный день? Вы знаете, в судный день мы должны каждый сам для себя, не для публики делать какие-то выводы. И лучше это делать самому, без показухи, без того, чтобы сотрясать воздух кулаками или заголовками. И я надеюсь, что, как и все евреи, неважно, где они проживают, я для себя тоже сделаю правильные выводы. Министр обороны Государства Израиля Виктор Либерман, большое вам спасибо. Спасибо. Смотрите далее в нашей программе. На минувшую неделю в Израиль прибыли 63 новых репатрианта из Эфиопии. Это первая группа из 1300 представителей эфиопского племени Фалашмура. Несмотря на то, что ранее израильские власти объявили о завершении репатриации из Эфиопии, под давлением депутатов от Ликуда, Давида Амсалема и Авраама Нагоса было решено привезти еще 1300 человек. При этом подчеркивается, что в отличие от прежних волн Али из Эфиопии, речь идет о неевреях, не подпадающих под закон о возвращении. Они получат статус постоянных жителей и смогут претендовать на гражданство лишь после прохождения процедуры ГИЮра. Отмечается, что помощь переправке Фалашмура в Израиль оказал Сахнут, который направил своих сотрудников в Адис-Абебу. Дипломатическое сопровождение операции оказывал МИД Израиля. Этот шаг вызвал критику ряда русскоязычных депутатов КНЕСТа, которые считают, что власти страны позволяют привозить в Израиль неевреев из племени Фалашмура, в то время как из страны постоянно депортируют родственников неевреев, выходцев из стран бывшего Советского Союза. И напоследок о том, как израильтяне собираются встретить праздник Суккот. Он наступит уже на следующей неделе, и к нему в Израиле особые отношения. Это праздник, когда по традиции принято проводить время в шалашах, есть овощи и фрукты, а еще считается, что после праздника Суккот наступает осень, и начинается сезон дождей. О том, как в Иерусалиме готовятся к празднику, в репортаже Сергея Услендера. Если кому хочется праздничного настроения, то ему сюда, на рынок, Махне и Гуда. Вот оно, чрево Иерусалима. Кипит, бурлит, переполненное жизнью. И нет здесь никаких следов напряжения, в котором город живет последние месяцы. И даже солдаты здесь не военные, а посетители. Едят, покупают, в общем, развлекаются, как и все, кто пришел сюда накануне праздника Суккот. Тут даже не надо говорить, надо просто сидеть и слушать. Вот такого, например, уличного певца, который в ноты не попадает, зато весь отдается музыке. Магазинчики, лавки, рестораны и кафе – все открыто и ждет своих покупателей. А их не перечесть. Едут сюда со всего Израиля, потому что Махне и Гуда – это не рынок, это достопримечательность со своими традициями. Не бойтесь, приходите сюда. Тут у нас атмосфера, какой больше нигде не найдете. И товары, конечно, самые лучшие. Пора уже встать с дивана и прогуляться. А лучшее место, чем это, не найдете. Прогулка тут совсем не поход в супермаркет. Это история, это легенды, это запахи, которые кружат голову. Потому бродят тут ошалевшие от такой экзотики туристы. В Европе или Америке, конечно, торговые центры будут побогаче. Но разве сравнишь торговый центр с его безликими кондиционированными магазинами вот с этим местом? Не даром же сюда водят экскурсии. А где вы видели экскурсию в торговом центре? Вот американцы и те совершенно потрясены, а уж искушеннее людей и представить трудно. Это невероятно. Так почувствовать Иерусалим, понять его, осознать. Я такого места больше нигде не видел. Оказаться на Сукот в святом городе и увидеть его, что называется, изнутри, как на фестиваль попал, на фестиваль Иерусалима. Я очень рад, что приехал. Сукот – праздник семейный. Это прекрасная возможность оказаться здесь, вдали от дома, и почувствовать себя, как дома. Что бросается в глаза – нет ощущения опасности, нет напряжения, нет страха. Люди сидят, едят, покупают, что им вздумается, бродят везде. Если и пытались террористы посеять страх, среди них ничего не получилось. Вот он лучший ответ террору. Просто сидеть и пить кофе. А весь мир пусть подождет. Мы, иерусалимцы, люди из особого материала, очень крепкого. Нас уже нельзя ничем напугать. И это никак не заставит нас перестать жить нашей обычной жизнью. Это только вынуждает нас больше ценить каждое мгновение. Жизнь-то продолжается, и мы продолжаем жить. Что нам еще делать? Сесть, заплакать и опустить руки? Да ничего подобного. Мы от всего этого становимся только сильнее. Не верьте, если кто-то будет рассказывать, что у нас опасно. Не опаснее, чем в любом другом городе переходить дорогу. Все отлично. Город этот не задушишь, не убьешь. Хотя пытаются уже десятки лет. И очередной теракт был именно такой попыткой. Насколько жестокой, настолько же и бесполезной. Хотя никто опасность со счетов не списывает. И город, увы, регулярно хоронит своих жителей, погибших от рук убийц. Погибли два человека. Молодой, замечательный полицейский. И женщина 60 лет, известная. В городе, в Иерусалиме довольно известная, так сказать, такой персонаж. Она работала в Кнесете, ее очень много людей знали. А молодой полицейский, который буквально несколько месяцев женился. И вот так вот оборвалась его молодая жизнь. Светлая им память. Но мэр города после каждого подобного события и важных событий вышел с воззванием, в общем, к жителям города и сказал, что мы продолжаем нашу жизнь. Мы ни в коем случае не поддадимся какому-то страху. И праздники, которые сейчас месяца тише, осенние праздники собираются, будут сразу вот после емки Пура, начнутся очень много мероприятий. Суккот – праздник кущей, праздник сбора урожая, память о скитании. Где его еще отмечать, как не здесь, в столице, в Иерусалиме. И появляются на балконах и в садах, в палисадниках и скверах шалаши-суки, в которых самые истовые ревнители веры будут ночевать. Кто к этому относится попроще, будет периодически захаживать. Это все символы, как и диковинные плоды и троги, которые разбирают сотнями тысяч, и вовые ветви и много чего еще. И веселись в твои праздники, так говорит Тора о днях Суккота. Если кто-то скажет, что, мол, веселье – это только в Тель-Авиве, не верьте. Бывает здесь и дело, и время, и потехи, час. Просто Иерусалим – город особенный, вечный, а вечность она суеты не терпит. Сергей Услендер. Специально для «Израиль за неделю». РТВАЙ. И вам хорошего праздника. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале РТВ. РТВАЙ. РТВАЙ. РТВАЙ.